Продолжение следует... Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение 4 части урока Pineville. Итак, теперь давайте поговорим о трансформации гидов, которые мы рисуем с помощью Draw Mesh Tool. Как только Вы нарисовали гид, Вы можете его переместить в любое место на поверхности. Для этого достаточно навести курсор на него, зажать левую кнопку мыши и Alt. После чего перемещать гид в нужном направлении. Если Вы хотите вращать данный гид, отпускаем Alt и удерживая левую кнопку мыши, зажимаем Ctrl. Затем просто двигаем мышкой. Далее, чтобы скейлить гид по всем осям, удерживаем левую кнопку мыши и зажав Shift плюс Caps Lock, двигаем ней. Чтобы сделать горизонтальный скейл, удерживаем левую кнопку мыши плюс Shift и двигаем мышкой влево или вправо. Чтобы сделать вертикальный скейл, двигаем вверх или вниз. Это все, что я хотел рассказать по трансформации гидов. Благодаря этим знаниям, Вы в любой момент можете менять скейл, делать циркуляцию, вращать и перемещать гиды. Я думаю, что здесь не возникнет сложностей. Идем дальше. Если Вы хотите клонировать Ваш гид, Вам нужно навести курсор на него, зажать левую кнопку мыши, зажать Alt и нажимая пробел, Вы сможете клонировать Вашу кривую. С этим методом, можно намного быстрее строить разную топологию. Теперь поговорим о коннекте уже готовых полигонов. Для примера, давайте начертим какую-то такую топологию. И чтобы сделать бридж между этими двумя частями, в первую очередь Вам нужно включить привязку по Edge. Затем, если Вы кликните левой кнопкой мыши на любом из Edge и удерживая ее, будете вести в любом направлении. Вы сможете делать бридж между полигонами. Как только Вы создадите такое соединение, можно нажать Enter и получить еще один полигон. Если Вы хотите разделить бридж на несколько полигонов во время коннекта, Вам достаточно во время создания соединения, не отпускать левую кнопку мыши и зажать Ctrl. Теперь, если двигать курсор влево или вправо, Вы будете делить полигон на несколько частей. Далее, чтобы соединить сразу несколько edges, Вам достаточно кликнуть в начале и в конце группы ребер. В данном случае сначала на первом, затем на втором и удерживая левую кнопку мыши, тянуть в направлении другой части. После чего, не отпуская ее, делить на несколько частей, удерживая Ctrl. Затем нажав Enter, получаем нужную топологию. Также, во время выдавливания группы гидов, Вы можете их трансформировать. Чтобы сделать поворот гидов во время выдавливания, не отпускаем левую кнопку мыши, удерживаем Ctrl и Shift и двигаем ею влево или вправо. Если удерживать Ctrl и Alt, Вы сможете масштабировать гиды. Все эти операции также работают с обычными гидами. То есть, если Вы начертите несколько гидов, Вы также можете делать бридж между ними, поворачивать, скейлить и конечно же производить эти операции между гидами и готовыми полигонами. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok